Впервые в Алтайском крае школьники и учителя сразились в настольные игры в минувшие выходные. В Барнауле прошел финал марафона «Шестигранник». Кто стал первым, смотрите далее. Собрать из бумажных стикеров башню. И за это получить от учителя не замечание, а похвалу. Конечно, если конструкция получится выше, чем у соперника. Такие соревнования между школьниками и преподавателями в крае проходят впервые. Марафон «Шестигранник» организовали по инициативе Института повышения квалификации работников образования. Они могут применяться во внеурочной деятельности, а также, самое главное, помогают развивать так называемые метапредметные или универсальные учебные действия. Формируют высшие психические функции у детей, которые помогают им потом в обучении. Организаторы говорят, настольные игры – возможность отвлечь детей от гаджетов. Телефоны и планшеты в решении заданий не помогут. Куквариму, Элиас, Активити – всего несколько десятков игр. Самое сложное задание для нас – это было на координацию. То есть было задание – содержать равновесие нужно было. Оно было самым первым. За счет этого мы еще не были к нему готовы. Мы только сели, и поэтому небольшая была дезорганизация. Но потом мы справились и сделали его лучше всех остальных команд. Врачи тоже видят в настольных играх только хорошее. Исследования подтвердили – в процессе такой игры мозг учится концентрировать внимание на определенные задачи. В результате продуктивность растет, стресс уменьшается. В сентябре 300 учителей и учеников из Барнаула уже проверили это на себе во время отборочных испытаний. В финал шестигранника вышли 8 лучших школ. Это так мне понравилось, потому что командная игра, она так сплотила наш класс, нашу группу, во-первых. А во-вторых, это помогло мне понять, насколько быстро я могу отвечать на разные вопросы, насколько быстро я могу реагировать на разные предметы. Это что-то невероятное, это такие эмоции, такой позитив. Все на драйве, все прыгают, скачут. В особенности это, конечно, учителя, дети. Я не знаю, кто из них тут быстрее по площадке передвигается. Никто не ходит, все исключительно бегают. Победителем в первом игровом марафоне стала общеобразовательная школа номер 55. В качестве приза – комплект игр. В следующем году организаторы обещают, у остальных участников будет шанс отыграться. И, возможно, победителя определят не на городском, а на краевом уровне. Олеся Роженцова, Альбина Шатохина, Антон Червяков. Новости.